Сварил я вот такую вот мастырочку. Делается хорошо. Половину я сейчас замешаю, буду заканживать. Половину оставлю набивать как мушки. Забил я мастырочку. Забил я мастырочку. Это из лучших насадок и прикормок для белой рыбы. Особенно для карпа, леща. А карась вообще от нее дуреет. И этой насадкой и прикормкой является мастырка. И что такое мастырка? Мастырка это простое гороховое тесто. Варится горох и добавляется в него манная крупа. Рецептов и способов приготовления мастырки существует очень много. Но правильных и рабочих рецептов единицы. Данным вариантом приготовления мастырки пользуются как профессионалы, так и начинающие рыбаки. Также эта мастырка в ассортименте многих популярных блогеров. Для приготовления будем использовать обычный половинчатый покупной горох, манная крупа и еще пару ингредиентов, которые будем добавлять в процессе приготовления. Для приготовления мастырки нам понадобятся ингредиенты в следующей пропорциях. 7 стаканов воды, 3 стакана половинчатого гороха и 2 стакана манки. Берем подходящую тару и наливаем 7 стаканов воды. Ставим на плиту и доводим до кипения. После того, как вода закипела, засыпаем в нее 3 стакана гороха. Многие спорят, нужно ли горох предварительно замачивать. Предварительно горох я не замачиваю, он и так быстро сварится. При засыпании в воду горох обязательно помешиваем, чтобы он не пригорел. После того, как вода закипит, делаем газ поменьше и варим горох до приготовления, при этом постоянно его помешивая. Так как карп, карась, рыбы сладкоежки, когда горох почти приготовился, добавляем в него 2 столовые ложки сахара. Перемешиваем и варим дальше до полного приготовления. Наш горох готов. Он хорошо мнется ложкой. Самый идеальный признак готовности гороха, это когда он полностью разварился и превратился в пюре. Но так бывает не всегда. Теперь будем добавлять остальные ингредиенты в наш горох. Насыпаем в стакан манку и добавляем в него 1 чайную ложку корицы. Если вы добавляете какие-нибудь ароматизаторы и специи в кашу, то лучше всего добавлять их вместе с манкой. Так они равномерно распределяются по всей каше при перемешивании. Не выключая огонь, добавляем в кашу стакан манки, при этом постоянно помешивая. Перемешав кашу, снимаем кастрюлю с плиты, чтобы не поломать плиту. Берем толкушку и начинаем разминать кашу до состояния пюре. Этот процесс тяжелый и для избегания натирания мозолей советую надеть варежку. Далее берем второй стакан манки и небольшими порциями добавляем в кашу, при этом тщательно перемешиваем. Все, друзья, наша мастырка готова. Оставляем ее остывать, манка еще натянется и наша мастырка готова к работе. Если вам не надо такое количество мастырки, то можете уменьшить количество ингредиентов, но не изменяя пропорции. Берете необходимое количество мастырки на рыбалку, а остальное ложите в холодильник. Она хранится долго и хватит на весь сезон. Такую мастырку можно забивать как кормочки, так и можно ее насаживать на крючки в качестве приманки. А как вы готовите мастырку для рыбалки? Поделитесь своим опытом в комментарии.